У нас сегодня тема второго полуфинала, в котором вышли два героя из первых гибербаталий. Как выглядит будущий руководитель службы информационной безопасности. И у нас Виктор Гулевич, компания Старханович, и Сергей Закухин, группа ИГИ. Тот самый случай, когда не надо представлять участников баталии, потому что они уже известны. Они не новые лица в нашем эфире, в нашем формате. Тем не менее, я представлюсь сам. Я Олег Седов, главный редактор сообщества БИСа. Это блоги, интервью, мероприятия, вебинары, новости, журналы. И главное событие, это конференция БИСами 23 сентября. Уже идет регистрация, уже обновляется программа, уже готовые спикеры, уже получаем первые черновики презентации и тезисы. Надеюсь, скучно не будет. Надо сказать, что по итогу наших гибербаталий, надо напомнить, что у нас есть люди, которые остались за бортом, которые не вошли в полуфинал, но наши симпатии остаются с ними. Поэтому мы хотим предложить вариант проголосовать. Приз зрительских симпатий за тех, кто не попал в финалисты, но все-таки показал какие-то недюжие компетенции. И неплохо бы их отметить. Поэтому такая возможность на сайте будет. Ну что ж, и мы переходим к нашей теме. Джентльмены, ваши позиции, ваш взгляд. Как выглядит будущее руководителя службы информационной безопасности? Это, чтобы понять, насколько далеки ваши взгляды о заявленной теме. Скажи, Леша. На мой взгляд, будущее руководителя информационной безопасности в настоящее время достаточно хорошо описано и понятно, но в то же время его будущее, настоящее описано и понятно, в то же время будущее, не выглядит таким светлым, меняется, меняются угрозы, меняются ситуации и в информационных технологиях, и в бизнесе. Поэтому роль человека, который отвечает за информационную безопасность, безусловно, будет меняться. И я сейчас, перед началом баталии, не уверен, что в будущем надо сохраниться в том виде, как есть сейчас. Виктор? Да, я согласен, но давайте копнем поглубже, зачем вообще вот эту тему мы с вами обсуждаем, фактически, то есть будущее ИБшников. То есть мы с вами, чем занимаемся в основном, живем за счет этих самых ИБшников. Они владеют бюджетами, которые кормят тебя, меня и каким-то образом, что-то остается, может быть даже организацией типа БИС, которая занимается рекламой, фактически, всем этим делом. То есть нас, это для нас животрепещущая тема. И здесь, мне кажется, мы, ты и я, мы немного заинтересованы в том, чтобы это будущее было прекрасное, замечательное, чтобы ИБшники всю жизнь, пока мы живем, скажем так, мы в этой профессии, чувствовали себя замечательно. Но в то же время, если посмотреть правде в глаза, все отрасли, все области, в том числе там, все области внутри компании, информатизируются, и текущий ИБшник, он либо будет получать новые роли, либо его роль ИБшника просто размажется по ролям того же самого HR, простого Бшника, то есть человек, который занимается безопасностью компании в целом, рисковиков. То есть либо он остается и берет на себя роли, и занимается безопасностью, не только информационной, либо его роль просто размазывается по другим людям. То есть вот я думаю, что мы к какому-то консенсусу придем с тобой сегодня к концу. Или не придем? А может быть, и не. Ну давай, мы, знаешь, все-таки чуть-чуть постараемся быть такими людьми, которые смотрят в будущее, и не опираться на то, что сейчас мы вот в этой теме, мы заинтересованы, чтобы это сохранялось. Давай попробуем не признать, а посмотреть все-таки в будущее, как люди, которые в этом являются сегодня. Буквально вчера мы были в офисе прайсов Тархтаус Куперс, и они предложили свой вариант игры, который показывает бизнесу реальные угрозы, чтобы бизнес был вовлечен в управление функциональной безопасностью, понимал, на что и как тратят бюджеты, и что будет, если их не тратить. Но осталось у меня странным. Есть впечатление, что когда бизнес начинает думать, что он разбирается на функциональной безопасности, как бы он не задумался о том, а зачем ему нужен руководитель службы ИБ, если он сам в этом начинает разбираться. Поэтому вот такие тенденции, они тоже существуют. И, на мой взгляд, будущее руководителя службы ИБ, как и всех нас, оно очень непредсказуемо, подвержено массой рисков, и чтобы не остаться за бортом истории и благополучия, от нас зависит очень много людей в этой жизни, я считаю, этот вопрос сегодня плохо бы обсудить. Я предлагаю начать с вопроса именно о дне сегодняшнем. Мы часто говорим об обновлении компетенции СИСАМ, или руководителя службы информационной безопасности. А какие компетенции становятся не просто для него лишними, а вредными для современного понимания актуальных угроз? Давайте тогда я расскажу, как будет в будущем. Вот такой коррект, что надо поставить. Давайте сначала я вот на этот вопрос по поводу компетенций. То есть я склоняюсь к тому, что, чтобы не остаться за бортом, нужно расти. Расти над своими компетенциями. То есть, как я уже говорил ранее, в предыдущем баталии, может быть, повторюсь. То есть, ИБшники должны перестать устанавливать антивирусы. То есть, следить за какой-то антивирусной безопасностью. То есть, они должны быть выше этого. То есть, если вы хотите в компании остаться, ну, как каждый конкретный ИБшник, в каждой конкретной компании, если ты хочешь остаться в компании, что ты должен делать? В первую очередь, повышать свою значимость, больше тратить денег. Потому что, чем человек больше тратит денег, за больший бюджет он отвечает, он больше значим в компании. И, соответственно, быть каким-то, скажем так, оверсером того, что происходит. По поводу картинки. Как я вот в вступлении говорил, ИБшник должен на себя брать роли информационной безопасности, кадровой безопасности, безопасности юридической. Он должен на себя максимальное количество ролей взять. И тогда эта роль, я не знаю, как она будет называться в будущем, то есть человек, который занимается безопасностью, эта роль тогда сохранится. То есть, фактически, мой взгляд на будущее таков, что будет определенная роль, это либо человек, либо какой-то департамент, управляемый этим человеком, через который будут приниматься и проходить, фильтроваться, все решения компаний будут проходить через эту призму. То есть, нужно взять нового человека, он проходит через призму этого отдела. Можно называть его там отделом, не знаю, рисков, безопасности, как угодно. Нужно там подписать тот или иной контракт, его также проверяет один отдел. То есть, должен быть некий центральный такой аппарат, который проверяет решение компании на предмет информационной безопасности. То есть, вот фактически здесь я и это описал. Но пока я вам говорю, только акт на перспективе, что это не ставить антивирус. Отличник, конечно, прозвучало как призыв, давайте оставим компанию без антивирусной защиты. Нет, нет. Я не имел в виду, что антивирусы это плохо. Вопросы антивирусы стоят. Но дело в том, что мы... У нас какая-то паразитная картинка выскочила, у них разница. Можно я сказать? Мы стремимся, то есть, скажем так, к автоматизации тех действий, где не нужно задействовать интеллект человека. То есть, безопасник должен быть в первую очередь мозгом. Мозгом, который нельзя выключать, если принять решение компании. Хорошо. Я бы вот по компетенциям сначала... Лишним. По лишним компетенциям, да, вот, на мой взгляд, компетенция не может быть лишней. Компетенция, когда мы говорим о том, что это теоретические знания, подкрепленные опытом, да, имея в виду компетенция, они не могут быть вредными или полезными. Вредными или полезными их может делать человек. То есть, вот, из строительной темы, старая шутка. Человек имеет компетенцию, умеет строить дешевый сарай. Ну, хорошо строит, ему дали много денег, что он построит? Он построит большой сарай, да, потому что у него ничего другого нет. Вот в этом месте, он, ну, работает компетенция хорошая, но он их неправильно применяет. Вот, когда у человека не хватает компетенций... Или примеров. Или примеры для подражения. Да, и он начинает использовать те компетенции, которые есть, и используют их неправильно, и вот в этом месте, да, и компетенции становятся вредны. В нашем, в нашей отрасли информационной безопасности, если у человека не хватает, там, у специалистов по информационной безопасности не хватает компетенции использовать средства защиты актуальной угрозой, он прикрывается бумажками, регламентами, да. В этот момент компетенции, связанные с регламентами, становятся вредными. Если человек использует антивирусы, которые уже в современном мире не в полной мере защищают от современных угроз, а вот компетенция по использованию антивирусов и, там, других стандартных средств защиты, она сама по себе хорошая, но становится вредной, когда ее применяет человек не по адресу. Вот в этом смысле компетенции, они должны быть, это хорошо, когда есть компетенции. Но надо их правильно использовать. А если вернуться вот к нашей теме, как используют свои компетенции админ? Кем он вообще является админ сегодня? Если посмотреть, тут не все записалось, я не все увиделось, да, не все отобразилось на слайде. Человек, отвечающий через информационную безопасность, администрит средства информационной безопасности. Часть работы у него на это уходит. Он ключохранитель, да, он, как водовщик, выдал ключ, да, протокол, опись, журнальчики, подпись, сроки, там. Он писатель регламентов. Он, да, он человек, который отвечает за риски. И еще... Уже ближе. Уже ближе, да, вот что-то, вот за риски, ну, которые несет организация, включая и обработку инцидентов, и, наверное, посмотреть вперед, какие новые риски для организации, для бизнеса возникают. Ну, плюс еще, вот, третий 20%, да, который я выделил, это все другое, чем занимается специалист по информационной безопасности. Он участвует в каких-то судебных заседаниях, связанных с инцидентами информационной безопасности, да. Он нарисует отчет, это окажется, ну, вот что-то. И вот кто на самом деле он? Вот какая из этих долей будет превалировать в дальнейшем? Вот этот вопрос не очень понятен, да. Что нужно делать безопаснику, чтобы остаться безопасным? Каждый из этих мест занят. Есть и садмины, есть и люди, отвечающие за риски. Вот все студии заняты. Ну, вот, понимаете, в нашем мире, да, все что-то движется, ромашка там превратится скоро в бегемот, ну, развивается все, да, и безопасник уже не останется безопасником. Ему надо что-то делать, ему нужно отходить от вот этих компетенций. А что делать, что вы делаете? Брать на себя больше власти, забирать ее у других департаментов компаний. А кто им отдаст? Департамент... А мне кажется, происходит наоборот, у него забирают полномочий про права, и его авторитет в компании может снижаться. В большинстве компаний, это заметно даже сейчас, когда все говорят, ну, а что нам, вот, пример про антивирусы, я не имел в виду, вот, прям, антивирусы, это образное выражение было, когда про безопасник говорят, да, он там ставит антивирусы. То есть сейчас к безопасникам очень часто есть такое пренебрежение даже в крупных компаниях. Я знаю несколько холдингов крупных, где нету человека, отвечающего за информационную безопасность. Там есть безопасник, и у него есть там, скажем так, небольшая группа людей в прямом подчинении, которые ставят антивирусы. То есть и безопасностью кадровых занимается HR, безопасностью помещений там занимается свой департамент, безопасностью отношений с партнерами занимаются рисковые менеджеры. Безопасника уже попилили во многих организациях. Задача безопасника выжить, это отобрать эти компетенции на себя, сказать, что я лучше вас понимаю, как все эти ваши компетенции объединить и принимать единственные правильные решения с точки зрения, там, принятия людей на работу, договоров, отношений с контрагентами. То есть безопасник должен быть единой точкой. То есть если он хочет выжить, текущий безопасник, он должен быть той точкой, без которой не обходится ни одно решение в компании. Иначе его попилят. Его уже попилили, вот как вы им рассказали. Вот в такой по многим компаниям. Да, это так и есть. И вот именно поэтому я говорю... Таким безопасники нам нужно... Роль безопасника не очень нравится. Роль безопасника как раз вот размывается, его будущее, его тревожно именно вот поэтому. Потому что вот картинка, я вижу, примерно точно так же. Вообще, конечно, судя по нашей сегодня лексике русского языка, очень похоже на какой-то прогноз гороскопа. Безопасники раки. Вы должны... И дальше. Да, мы-то не будем. А вам, ближайшую пить летку. Будем придерживаться этого формата. Хорошо? Попробуем идти дальше. Исторически на руководящих постах в отделах информационно-безопасности доминируют бывшие силовики. И это действительно так. Но на кадровом рынке им противостоит все больше и больше, то что вижу я, молодое поколение специалистов, гражданским опытом, практиками и каком-то образованием базовым. На ваш взгляд, за кем из них будущее? Какие плюсы у тех и у других? Плюсы очевидны и минусы. Давай, начнёт это. Ну, давай. Тебе эти плюсы, наверное, ближе ты чуть-чуть представитель, наверное, немножко другого покоения. А я, может быть, даже вот эти молодые, которые... А что делать? Да, давай. Пусть у нас на сегодня на рамках говорим. Пусть у нас будет сейчас, вот на этот период обсуждения, на этот эпизод у нас будут разные дороги такие. Но здесь ситуация, на самом деле, чуть-чуть сложнее. Конечно, ответ вроде бы очевиден. Кто-то, может сказать, старый конь борозды не испортит. Кто-то скажет, конечно, молодость всегда побеждает, ученицы всегда превосходят своего учителя. А давайте к окнам чуть-чуть глубже. А кто те люди, те молодые безопасники, которые пришли вот с гражданским опытом, как вы это говорите? Где они учились? По каким программам они учились информационной безопасности? Они учились в ВУЗах, по тем программам, которые разработали товарищи генералы, да, как вот на кадре, иллюстрирующем этот мой тезис. Кадр опять иллюстрирует. И получается, что программы разработаны давно. Но программы построены на старых знаниях, на тех знаниях, которые пришли из глубины информационной безопасности с момента зарождения. И люди выпускаются с этими знаниями, и фактически они преемники того старого поколения, когда они заканчивают кафедру информационной безопасности. Нет ощущения, что эти люди, которые готовятся по этим рекомендациям, методичкам, побеждать в прошедшей войне? Ну, да, есть, но тут очень важна система образования. Я вот как учился в МБТУ, в Балмонском, нам всегда говорили, что те знания, которые вы получаете, это не монолит, который вы несете в себе, сокрытый, да, и на котором всю жизнь живете. Это база для творческого развития. Вот если при обучении в высшем учебном заведении в безопасник обложили эту мысль, что то, что он получил, это фундамент для развития, вот такой безопасник, он будет правильный, да, он будет идти к рискам, да, он уйдет от ситуации, когда вокруг него все у него отбирают стул, там, HR отбирает, рисковик отбирает, то есть, айтишник отбирает, да, вот он будет проводником, базируясь на тех знаниях, развивая те знания, которые он получил когда-то. То есть, те, кто учились в Бауминге, будут нормальными, безопеками. Те, кто получил правильное образование, да, и вот даже не субузнание, а правильное образование, в смысле умения применять те знания, которые они получили, они будут побеждать. Вот в этом смысле молодость победит старость, да, и мастит их силовиков, ну, если будет стараться. Потому что начинают они с одной и той же, точно. Получая, я с моего слова, что я получил в Бауминге неправильное знание, отчего же, Олег? Я не стал мастит на силу, я был безопасником. Да, но, насколько я знаю, Олег, у тебя несколько образований, ты продолжил развиваться и двигаться в том направлении, в котором двигался. Однажды в Бауминге купился этот призыв, не останавливаясь на монолинных зданиях, а развивать их и поддерживать. В итоге я сделал курсовой проект, на котором мы поставили, сказали спасибо, что три балла поставили тебе, а не выгнали, потому что не по ГОСТу сделано. Это Баумингское, да. Это вот, извините, поверился. Да, Виктор. Ну, я не знаю, как мне против вас побороться, потому что вы оба, ну, скажем так, убьюсь в Баумингском, да, придерживались какой-то одной точки зрения. Я не уверен, что это у нас где-то внутри. Да, обвиняешься, я не уверен, что это будет так. Ну, ты сказал, что даже на тройку диплом защитил. Не диплом, не курсовик. А, курсовик даже. Курсовик. Ну, ладно. Вопрос был о том, кто кого победит. Молодые эти коммерсы или вояки старого, так сказать, поколения. Ну, вояки рано или поздно, ну, то есть вот эти бывшие, которые из органов. Уважительно к ним отнесемся, все-таки силовиками назовем. Силовики, да. Вояки как будто-то вот не очень приемприжительные. Ну, ладно, извините, прошу прощения, мои клиенты, извините. А все остальные... Разве или поздно, да. То есть пока еще они сохраняют свое доминирующее положение, действительно. Поскольку у них реально все по правилам, четко, по регламенту. У них каждая бумажечка должна отлежаться, отстояться. Они не принимают никогда. То есть сейчас в чем их плюс? Вот текущих ИБшников, которые силовики. К ним приходит вендарьё, типа вот меня, тебя, каких-то еще других. И они, вендоры, ну, все маркетологи. То есть им главное впарить свой продукт. И вот эти люди, силовики, они ультра-сильный фильтр, не пропустить в компанию, какую-то, ну... Маркетинговую пену. Да. И вот очень сложно таким людям что-то доказать. Это можно. У них свой огромный барьер знаний. Но они... Здесь... Да. Но опять же, они в большинстве своем, как мне кажется, это мое личное мнение, не хотят или уже лень как-то воспринимать что-то новое. То есть вот они привыкли, что у них есть вот такие правила внутри компании. И они не могут приспособиться к тому, что в компанию приходят новые люди и пытаются ее менять. И здесь получается, что эти новые люди приходят в компанию, меняют ее как-то, департаменты меняются, они остаются монолитом, у которого из-под ног выметают песок. Поэтому в любом случае победят, конечно же, победит новое поколение. Только вот действительно будет вопрос. Это будет поколение 80-х, как я, допустим, еще поколение, которое училось хорошо, которое посещало там все лекции, которое там сдавало курсачей диплом, писало на пятерке. Либо это уже поколение 90-х, как мне кажется, которое, с моей точки зрения, менее подготовлено к реальной жизни, когда уже воспитанная, так сказать, и увидевшая мир в 2000-х годах, в теплых 2000-х, запазу при маме и папе, которые вроде уже нормально стоят на ногах, они, мне кажется, менее замотивированы. Поколение 80-х отберет у поколения 70-х, 60-х роли безопасников. Или кем там будут безопасники. Вот это мое мнение. Мне прямо показалось, что здесь мы начали говорить о мужском и женском начале, мужское начало, которое ведет вперед, ведет общество в прогрессе. Это, естественно, молодое поколение. И вот женское начало, которое сохраняет устои, незаиблимость. Те основы, на которых общество, в общем, развивается, оно сохраняется там вот за силовиками, как мы говорим. И именно синергия вот этих двух подходов, она позволяет обществу не уйти куда-то вот совсем далеко и не остаться на месте. Оно растет так, как должно расти. Это нормальный процесс, по-моему, вот, Олег. Поэтому ваш вопрос о том, кто победит, нет, они вместе, они должны быть. Одного без другого не будет. Поэтому они должны быть. Потому что все вот эти текущие безопасники, новые, в новых прогрессивных компаниях, они все равно вышли из-под крылышка вот ГБшника там или, соответственно, силовика какого-то, который вот его воспитал, заложил в него какой-то там, может быть, даже неизыблемой основу. Ну и потом, опять же, смотрите, много людей, почему гражданские, очень много людей, которые закончили, как сейчас Академия ФСБ называется, наверное, что-то по-другому, но вот среди безопасников очень много выпускников этого учебного заведения, которым, в общем, силовики. И преподавали им полковники-генералы. Понимаешь, какая штука? Что меня смущает в всей этой истории? Вера в монументальность этих традиций, она вообще опасна. Потому что им противостоит не какая-то армия противника с воинскими уставами, построением на плацу, подъемом флага и званиями, орденами, медалями, а какая-то хорошо организованная структура злоумышленников-хакеров. И они не признают никаких чинов, регламентов, регалей. Они решают свою задачу. Все. Поэтому вот вера в то, что мы этими традициями что-то можем решить, вот у меня вызывает какое-то сомнение. Мне кажется, ты здесь абсолютно неправа. Почему? Зачем придуманы все вот эти методички, регламенты для того, чтобы противостоять всему? То есть, ну, соответственно... Есть и регламенты придуманы для того, чтобы в случае наступления риска знать, на кого перевести стрелку. Ну, это ваше. Ну, да. Уставы, с другой стороны, написанные в крови, они написаны на... Они не используют только опыт, да, или... Да, чтобы не повторить им. Да. Мы пытаемся победить уже в прошедшей войне. Это так. Но в этом смысле, наверное... Да, подходы меняются, но нельзя же отброситься, чтобы... Нет. Базы, эти данные должны остаться. Опять же, творческие переработаны. Ну, именно творческие. Конечно. Имея творческие. Почему же мы творческие? Мы с тобой заканчивали Баумовское и знаем, что творчества там немного. Ну, мы с тобой, наверное, на разных факультетах учились. На пятом курсе мне завхактор сказал, сумму знаний за 4 года вы получили. Сейчас мы вас учим быть инженером, учим вас применять знания. Нам повезло с кафедры, наверное. Видимо, да. Давайте еще, да, про выживание. Когда вернемся от лирики, да, к тому, что надо делать безопасникам, да, в текущем, чтобы остаться на плаву. Опять же, да, безопасники должны стать выше текущих своих обязанностей. Они должны лезть в бизнес, уметь в нем разбираться, понимать, чем занимается их компания, какие у них бизнес-процессы, какие договора, какие у них контрагенты. И какие риски? Естественно, разбираться в тех рисках, пытаться начинать разбираться в тех рисках, которые не только там внутри компании, пытаются снаружи какие-то, как ты будешь, хакеры или там организованные группировки. Это да, это та компетенция, от которой нельзя действительно избавиться, она должна быть. Но у безопасника, у текущего безопасника должны появляться компетенции бизнесмена, наставник, он должен показывать в компании, как надо работать безопасно. То есть все должны его узнать в компании, он отвечает за свозь. Но в этом условии признанная силовиками практика запретов и ограничений, она все меньше и меньше действует. Да, да, то есть надо меняться. То есть если текущие силовики не поменяются или не расскажут молодому поколению безопаснику, как нужно меняться, безопасников не будет, их роли просто попили. Другой выход, да, безопаснику стать действительно очень видной, важной фигурой в компании, которая лезет везде. И в итоге, да, после того, как он везде во всем разберется, создать свой департамент, через который будут проходить практически все решения компании и фильтроваться на предмет безопасности, да, это еще огромная ответственность, но, соответственно, если нет ответственности, нету бюджета, то есть нету и роли. Соответственно, безопасник должен забирать у других департаментов, себе. У нас пришел вопрос. Для полноценного обеспечения мер безопасности и в том числе информационной безопасности необходим комплексный подход. В общем-то, это все. Готовы ли узконаправленные специалисты информационной безопасности построить действительную систему обеспечения безопасности, действенную систему безопасности? Мы ответили. Нет, а я бы вот, я присоединяюсь к автору вопроса, спасибо за вопрос автору, не знаю, какая из камер работает. Все. Все работают у тебя. Вопрос-то, Виктор, ты говоришь, что должен сделать безопасник, а как это сделать, как этого добиться, это другой вопрос. И вопрос вот об этом, что он должен построить, а как сделать так, чтобы узконаправленный специалист смог этого сделать, этого добиться. Это очень сложно, и я сейчас не вижу. Вопрос-то, вот вы задали неправильный, ну глупый вопрос. Узконаправленный специалист не может это сделать. Поэтому мы и говорим, что он должен из узконаправленного специалиста стать... А как ему стать таким вот широконаправленным? Не пойти в бизнес? Да, конечно. Подожди, мы с рисками уже давно работаем сами. Он должен уметь... Все сгубы, да. Он должен уметь продавать бизнесу свои идеи, свою value, свою значимость. То есть он должен разобраться в бизнес-процессах, сказать... Согласен. То есть узконаправленный никак. Ну если ответить на ваш вопрос, нет, это невозможно. Узконаправленный специалист, соответственно, растеряет свою власть и исчезнет. Ну вот и получается... Ну он станет там меньшего звена, восстанавливаются антивирусы. Знаете, современный безопасник, к сожалению, вот это мы видим, я в своей работе ежедневно это вижу, когда мы разговариваем о современных, о новых угрозах, безопасник говорит, дайте мне железку, которая выявит новые угрозы в трафике, мне достаточно. А когда ты говоришь о новой угрозе, то, что сейчас называют threat intelligence, безопасник не понимает. Бизнес покупает решение threat intelligence, а не безопасник. Вот безопасник, он остался там, где-то в прошлом веке. Он не может понять, осознать, возможно, в силу узости своего мышления, не знаю, или в силу образования вот этого база, он не может понять, как бороться с современным угрозом. Бизнес понимает, бизнес уже указывает безопасность на то, что нужно делать. Да, здесь ты прав, но ты сейчас потерял пару голосов в конце, поскольку безопасники, да, вот те бендеры, да, или там, те компании, которые продают этот, у тебя интеграторы, да, они как раз и пытаются безопаснику все это рассказать, научить его, чтобы он дальше принес в бизнес, если у них у самих нет входа. Все гораздо хуже. Был еще разговор с теми, кто предлагает подобное решение, и они убеждали меня в том, что бизнесу необходимо делать решение. Объяснить им, что бизнес, в общем-то, делпито не нужно. Бизнесу нужна конфиденциальность его данных. А как оно достигается, это уже не проблема бизнеса. Ну это опять, да, это курица и яйцо, или как это? ДЛП-решению нужны нарушители. Тем не менее, люди продолжали наставить на том, что это необходимо. ДЛП-это спасение, это фанасе, именно нужно ДЛП. Без него просто фронты. Не забывай о том, что с той целью, которая последует ДЛП-решение, что это инструмент достижения его. Да, это как штопор. То есть, нужен ли штопор, если ты хочешь выпить вина? Ну, по большому счету, ты другого инструмента не знаешь. Дискурсия перешла в конструктивное русло. Кстати. Я на работе еще. А мой путь, потому что человек просто слышится чуже. Это бы не тот пример, ладно. Да, и ты еще потеряешь пангу в русло. Я там вынахожу дождик. Да, насчет безопасника. Он еще должен быть как раз предсказателем. Я нарисовал вот эту предсказательницу, всем известную. Он должен знать, что будет завтра. Один я с тобой не знаком. Нет, это панга. Нет, нет. Ну, сейчас, кстати, я же здесь в 80-х, я уже в этих фишках интернет-мемах разбираюсь. Вам, ребят, надо подтягиваться скорее-скорее, иначе роли ваши попилят. И разнесут на части. Так вот, мы вот сейчас с тобой пытаемся предсказывать, мы как раз идем в том направлении, куда должен идти каждый безопасник. То есть он должен понимать, что будет через 5 лет. Или хотя бы притворяться, что он это понимает. Если он не будет человеком, на котором могут опереться, и к которому прийти, сказать, что будет там с твоим департаментом, отделом через 3 года, если он скажет, ну, знаете, сейчас там, мы подумаем. Нет, у него должен быть четкий план. Через 3 года мы заберем все у Эйчаров, через 2 года мы заберем все у рисковиков, они будут здесь, подо мной. И мы все вот это объединим в единую систему анализа рисков всех компаний, и я буду за это отвечать. Тогда безопасник будет. Ну, к сожалению, да, вот быть и казаться здесь возникает роль, ну, почему делать вид, что ты знаешь. Если ты будешь делать вид, то через 3 года ты приведешь компанию не туда. И вот проблема в том, что ты не знаешь, куда идти. Вот безопасник сейчас не очень хорошо представляет, куда идти. Вот это причина веры в регуляторов, которые должны показать ему, куда идти. Ошибочность еще в оппозиции. Мне кажется, что мы уже от этого отошли. Регуляторы, они как раз кита, независимая база, да, без которых, ну, государственность наша, там, или часть, там, ну, может распасться, да. То есть они говорят вообще, что базово там должно быть или должно было быть 10 лет назад. И я, в подтверждение, Виктор, твоих слов, я скажу, что в 2006 году мы отошли от требований регуляторов. Это случилось в... Что мы? Мы это кто? Рынок. А, рынок? Да, рынок отошел, ну, информационной безопасности, извините. Какие регуляторы мы отошли? А вот смотрите, 2006 год принятия закон о персональных данных. Как много организаций в 2006 году начали выполнять требования? Ну, мало. Ну, наверное. Вот так в 2007-м что-то, единичные случаи, где-то начали вырастать, как грибочки, да? В 2010-м начали штрафовать или в 2008-м каком-то? Под 20 тысяч рублей, по 10 тысяч рублей. И бизнес говорит, ребят, риски какие? Безопасник приносит проекты на миллионы, там, и на десятки миллионов, бизнес говорит, риски какие? Безопасность, мы их принимаем. В этот момент безопасники очень сильно, как говорится, потеряли в этой игре. И только потом то, что сделал стек, то, что вышло там 17-31, когда вот это позволило нагнать, ситуацию, стать силовикам, войти, как говорится, опять в процесс на хорошем, на новом уровне, да? Там появились требования, там, системам нужны не вторжения, все, там более-менее отсовременнились требования. Но опять же сейчас ситуация меняется, опять силовики силовики чуть-чуть отстают, да? Опять требуется следующее-следующее действие. Так вот, чем больше и чаще силовик, пусть мы назовем его так, будет отбирать обязанности, он будет в них погружаться и, соответственно, расширять свой кругозор. И дальше он будет знать, куда вести эти отделы и департаменты. То есть, если всю информацию завести в одну точку, эта точка будет самая интеллектуальная в компании. Виктор, такой хороший вопрос. А государство вообще заинтересовано, чтобы в организации рос человек, отвечающий за информационную безопасность? Государство? Да. Я не заинтересован, наверное, в организациях. Я не знаю. Я не уверен, что это вообще государственный вопрос. Потому что я верю в то, что капитализм иногда творит чудеса. Ну да. И регулируемый капитализм относится тоже к тем, кто как всем капитализм. Капитализм, потому и капитализм, что он нерегулируемый. Он сам себя регулирует. А когда пытается его регулировать, он перестает быть капитализмом, либо начинает показывать какие-то странности. Но... Нет, я просто не понял вопрос твой, если честно. Нужно ли компании, ладно, я так понимаю, что компании... Ну, организации устанавливают требования, ну, организации, навыки, отвечающие за, там, каждый за свой... Отвечаю, нужно. Нужно. Почему? Потому что нужно связать риски юридические с рисками персонала. Риски персонала с рисками, там, утечки информации. То есть, если мы свяжем, у нас будет корреляция событий, мы будем понимать, от чего, почему происходит. Будем накапливать историю. Соответственно, это интеллектуальная точка. Человек-департамент, там, отдел управления, да, безопасности, да, оно будет самое интеллектуальное по рискам. И любое решение, которое в дальнейшем принимает крупная компания, будет уже как раз на более интеллектуальном уровне оцениваться. И это можно продавать бизнесу. Если это так, то почему любую инициативу регуляторов рынок начинает трактовать с точки зрения машинки для бурения воронок для продаж? Ну, демократия, то есть, это так назвали. Капитализм, демократия, капитализм. Я не знаю, то есть, это такая далекая тема. То есть, я не бурю бюджет, я не на ролик от людей, которые издают законы. То есть, ну, вот сейчас, да, когда у нас появляется новый вот этот пакет, я сегодня, кстати, комментировал пакет яровой, да, тяжело вспомнил так, да? Пакет яровой. Что только не комментирую. То есть, удивительно, огромное количество информации с разных источников, как там плюсов, так и минусов. Сейчас говорят, что привлекают крупных вендоров к этому. Я как раз прокомментировал. По такой статье. Да, я как раз прокомментировал. Привлекут еще многих, потому что народу, да, люди обеспокоены этим, что мои деньги, налогоплательщики, да, будут тратиться на этот пакет яровой. Я вот хочу жертвовать, я хочу, чтобы кого-то посадили. Вообще, вот такой русский, что вот мне надо, чтобы... А зачем? Ну, потому что все равно же попилят там что-то, да? То есть, мне так кажется, все вот эти СМИ... Слушай, количество посадок и бюджетов, оно как-то связано друг с другом? Скорее всего, да. Почему? Если большой бюджет, нужно, чтобы кто-то ответил за ту систему, которая не до конца нормальная. Я думаю, что в стране, благодаря инициативным регуляторам подобных пакетов и передаче входов на шифрование ФСБ, созданы уникальные условия для того, чтобы появился российская версия с Новым Дома. Вот когда он появится... А зачем? В России все хорошо. Это с Штатов с Новым Дом убежал, потому что его там поджали. В Штатах кто может быть, все хорошо. А откуда вы там жили? Что вы там были сейчас? Давай ты там жили на самом самом деле. Человек, который закончил школу до возрождения религиозного воспитания в ней, я хотел бы вернуться к теме нашей экскурсии все-таки. Отлично. Да. И предложил следующий вопрос. Такие роли, как информационная безопасность, финансовая безопасность, физическая безопасность, персональная безопасность и прочее, будут сливаться в одну роль безопасника ввиду полной информатизации всех этих областей. Полностью с ним согласен. И получается, что если не информационная безопасность, то кто еще будет этим заниматься? Но вопрос в том, готов ли ЦИСа к этому объему работы, к этим проблемам, к этим вообще вызовам современности. Да, я готов. Это и тот человек, который готов. Потому что ты претендуешь эвакансию какую-то, к Кириллу какую-то? Вопрос был в том, кто готов к тому, чтобы все объединить. Да. К этому готов именно тот человек, который занимается информационной безопасностью. Потому почему? Он, скажем так, тот человек, который быстрее всего воспринимает во всей компании что-то новое из тех людей, которые перечислены. То есть юристы, они в своих погрязных договорах, у них все одинаково примерно, какие-то новые кейсы случаются. Ну ладно. Эти физические безопасности, HR, они тоже в своей отрасли, которая развивается медленнее, чем информационная отрасль. Поэтому человек на должности информационной безопасности, он как раз-таки тот интеллект, который, я не знаю, у него самая большая классная в голове нейросеть, которая развивается быстрее, чем у других. Поэтому он как раз-таки все эти роли сможет объединить. Это не сделает там, не знаю, просто безопасник. Он может это сделать на уровне отдела. Как-то сверху этим управлять, а интеллект останется все равно внизу. По-моему, ты сейчас предлагаешь на функцию IT-директора добавить функции директора по инновациям, и причем за ту же самую зарплату. Ну я не знаю, по зарплату, то есть как раз-таки насчет зарплаты, это ваши, уважаемые, безопасные отношения с вашими собственными, как вы себя им продаете. Чем больше вы власти заберете, тем больше у вас будет и зарплаты, и премий, и уважения, и власти. Поэтому здесь это не вопрос. Это не такой призыв к шантажу. А я бы вот этот слайд прокомментировал так. То, что я вижу. Я вижу здесь не информационную безопасность. Я вижу здесь бизнес. Это бизнес, технологии занимающие, процессы, которые связывают людей и технологии. Это вот о бизнесе. Почему бизнес отдаст безопасности вот это? Бизнес этим умеет работать. Как безопаснику? Ему придется пристраиваться. Бизнес умеет работать с этим только с помощью рисковиков. Безопасник должен забрать также и их... А риски, вот как раз риски, это прерогатива бизнеса сейчас в полной мере. Безопасник, он где-то чуть-чуть исторически выделялась роль безопасника, потому что появились информационные технологии, появились риски, связанные с ними, появилась информационная безопасность. Информационные технологии становятся просто платформой бизнеса, они входят и органично в бизнес, они перестают быть наукоемким и чем-то там непонятным, плодослом каким-то. И все. И вот роль безопасника растворяется, получается, вот информационного безопасника. Поскольку технологии... Очень жалко нам. Да, это так же жалко. Это была же точка зрения? Твоя точка зрения была? Какая? На вопрос о том, как ему управляться с этими новыми функциями, которые начнут фокусироваться на нем. Да, да, да. Вот с этими функциями. Бизнес-то ему не отдаст эти функции. Там в организации очень жестко все, все борются за бюджеты, за места, за значимость. За значимость. Да, и вот этот безопасник приходит, дайте мне власть. Ему говорят, ты где там, иди. Нет, 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 как любой продажник, если он так скажет, дайте мне власть и купите мой антивирус, его пошлют далеко и надолго. Естественно, он, так как он находится уже в этой компании, он знает, как бороться за власть. Если он за нее не будет бороться, его роль растворится. То есть, в половине компании она растворится, в половине он докажет. Много говорим про риски, и, видимо, это правильно. Но, знаете, какая штука? Я всегда говорю одну вещь. Если вы хотите рассказать бизнесу про риски, то спросите, как он вышел в 90-е годы. Иногда он просто так улыбнется снисходительно вам в ответ. И если в этом формате вы предлагаете ИБ заниматься рисками, то где бы ИБ ни находилось, в нынешней модели, в системе координат, под информационной, под IT, под рисками, под внутренней безопасностью, оно всегда будет по достаточному признаку. И тут предлагаешь им брать больше роли и полномочий себе. Справедливо, да. Но если он до сих пор не смог этого взять, что должно повлиять дальше на то, что он это возьмет? Ну, наверное, если он до сих пор этого не смог сделать, как я уже сказал, надо начать с чего-то, с меньшего. То есть, забрать, допустим, обязанности по персональной безопасности, безопасности внутренней и работать с ней. Постепенно это надо делать. То есть, если он до сих пор топтался на месте, то, я не знаю, то есть, может быть, вы не тот безопасник, который нужен вашему бизнесу. Как мы сказали, роль безопасника исчезнет. Что ты поснущаешься? И большинство. Меня смущает то, что безопасник до сих пор не смог и надо ему вот смочь взять вот это, пойти этим путем. Тут, как базис, базис вот безопасника, он не позволит ему сделать это принципиально. Почему? Потому что безопасник живет регламентами, да? Он приходит к бизнесу и говорит, мы раз в год будем пересматривать регламенты. Раз в квартал. Хорошо. По инцидентам. Он топчется на земле, как тот вот Мишка, да? А бизнес уже давно в облаках, там, бьет, у него бигдаты. А безопасник говорит, а у меня регламент. Давайте пересмотрим бизнес. Говорит, я езжаю, мне нужно двигаться, мне нужно лететь вперед. В конце концов, твои риски, связанные с конфиденциальностью, целостностью, доступностью, отдельно. Вот эти трябы я несколько лет уже не слышал, я слышу только риски, да? Так бизнес говорит, я заключаю договор с облачным провайдером, и я даю ему свою часть, своих рисков, да? Вот в договоре это прописано. Хоть все три, хоть два, да? Говорит, я делаю бизнес, да? Я уже в облаках от этого топчусь на земле. И вот, в отличие от героев-нуптиков, вот в этом месте безопасники с бизнесом не могут договориться, к сожалению. Не могут полететь вместе. А хотят, возьмут. У нас есть прогрессивные бизнесы, ну, пусть мы живем и в России, но у нас есть банковский офис, где многие банки-безопасники, это бизнесмены. Они отвечают. У нас есть прогрессивная онлайн-торговля, которая не имеет национальности. Национальности? Не границ, не национальности. Ничего не говори про национальности. Нет, национальные границ они имеют, она интернациональна. Потому что интернет, он такой. Поэтому… Во многих местах, вот я к тому, что безопасники не топчутся на месте, они отвечают за бизнес. Они отвечают за бренд, за взгляд на бренд извне. Они не только отвечают за, там, атакуют меня, там, или не атакуют в данный момент, там, лежит мой сайт, не лежит. Но также они отслеживают репутацию банка, там, в соцсетях, еще что-то. То есть уже это есть. Меня другой смущает. В общем-то это правильное, на самом деле, замечание, мне кажется, но меня смущает другое. Информационная безопасность до сих пор и всегда, традиционно, является центром затрат для бизнеса. И вдруг центр затрат начинает забирать все больше и больше рычагов управления влиянием на бизнес. А логика где? Логика вот такая. Если этот центр затрат не начнет продавать себе бизнесу и не приносить в бизнес решения извне, которые помогают развиваться бизнесу, я не буду говорить какие-то решения, всем и так известно, то безопаснее будет топтаться на месте. Безопасники, айтишники, вот я когда там выступаю перед людьми, говорю, вы должны стать тем центром, который приносит бизнесу решения со своей отрасли. Показывайте бизнесу, что вы приносите решения, которое делает деньги. Тогда они будут... Можно прокомментировать парочку кейсов? А, я буду кейсов? Ну, я не хочу себя рекламировать. То есть, есть решения, которые позволяют бизнесу становиться лучше с каждым днем. То есть, ну, у нас же без купюр, без джинсы. И, видимо, это решение называется самое успешное решение такое, как то я прикрою в голову записная книжка генерального директора. Ну, в большинстве записных книжек многих генеральных директоров уже записано название моей компании. Хорошо, ну что ж, сладенько, постараемся не свалиться в рекламу и пойдемте дальше. Если будущему ИБшнику придется оценивать все решения компании на предмет любых рисков, то как избавиться от желания под любыми рисками видеть только IT-риски, если бы он из них вышел. Виктор? Нет, давай еще раз, пожалуйста, задайте. Я же выясню тебе, вот опять-таки, где бы не работали айтишники, они всегда будут по статочным принципам. И когда они понимают управление рисками, они все равно фокусируются поистолически на управление рисками IT-рисками. Они входят в свою зону комфорта? Да. Понятно. Нет, наверное, этот слайд рано показывает. Хорошо. Это к следующему вопросу нашей баталии. На самом деле, что касается рисков, мы, как говорится, чуть-чуть отклонились от программы, но мы этот вопрос как раз обсудили. Кто какие риски на себя берет и обсудили, что безопасник должен забирать на себя это все дело, но ему никто не отдает. И поэтому вот той ситуации, когда безопасник среди всех тех рисков, которые заберет, начнет выделять IT, я пока не вижу. Пока не вижу ситуацию, когда он соберет под себя все эти риски. Как он это сможет сделать? Нет, он просто другие риски не увидит. Вот он не увидит другие. Это вот опять вопрос о компетенции. Опять же мы это обсудили. Да, что он не увидит и все. И он не будет для вылив, для компании пропадет. И как быть? Безопасник. Как быть? Люди, которые должны обслуживать технические системы защиты бутов, обслуживать, обменить. Люди, которые должны управлять рисками, будут управлять рисками. Это будет бизнес подразделение управления рисками. А вот безопасник, а безопаснике, тут ему как будто бы и нет места. Получается. Отлично. Это… Вот… Ну вот как смотри. Ну вот… Рассказывай, что надо делать. Давай просто смотри. Да уберите этот рисунок, вы неправильно и поняли. Во-первых, там надо было смотреть, вот можете поставить обратно. Так это… Так это… Вот эти вот шестеренки или там восьмеренки, девятеренки, и как раз таки нужно смотреть между них. То есть, не надо смотреть на картину, а надо смотреть за нее. Насчет вот вопроса, да, что делать безопаснику? Ему нужно идти повышать свой, не знаю, там, багажное имбейки получить, еще что-то. То есть, ему нужно выйти за рамки, конечно же, только информационной безопасности. И почему именно он это должен сделать? Потому что это тот человек, который готов обучаться. То есть, этот человек, он безопасник, он из IT, он, не знаю, он сидит в интернете, он воспринимает все новое. Я не знаю, все, почти все безопасники, они, может быть, кроме, вот, как раз таки, очень старых записаневых ФСБшников, да, они тянутся к новым зданиям гораздо, гораздо сильнее, чем любые другие подразделения в компании. Поэтому, я считаю, что это тот человек, который быстрее всех разобьется и заберет у них власть. Вот и все. Можете перелистать? Я продушу. Тема, да, начаться. С другой стороны, попробуем рассмотреть их проблемочку. На мой взгляд, бизнес сейчас, принимая все больше и больше, формы венчурного капитализма, венчурного формата, когда максимальная прибыль зарабатывается в условиях высоких рисков. Безопасник должен эти риски снижать. То есть, казалось бы, какой-то конфликт. Но, как мне объяснили одну вещь, что никакого конфликта тут нету, потому что безопасник управляет внутренними рисками, а бизнес зарабатывает в условиях внешних рисков. Так было до недавнего момента, пока вот эти границы между компетенцией, все границы, они не стерлись. Когда сотрудники стали мобильными, когда стали данные в облаках, когда появились социальные сети и угрозы пришли оттуда, то уже и этими угрозами внешними нужно тоже рисками как-то управлять. Поэтому и задача безопасника и там тоже не снижать прибыль компании, снижая свои какие-то риски, тормозя ее развитие. И теперь получается, что площадок, на которых ИБ-шник выступает тормозом для бизнеса, становится все больше и больше? Не знаю. Может быть. Кто это вам сказал? Прикольная история. История хорошая. Она вроде как даже ложится во все. Доказали то, что имели в виду. Но я не знаю. Может быть так оно и есть. Но мне кажется, что это не особо важно. То есть вообще надо ли в этих условиях безопасника к бизнесу пускать? Или сказать… Опять же. Безопасника и текущего безопасника ни в коем случае. Если он умеет оценивать риски, то есть мы здесь заходим в Facebook, начинаем рекламную кампанию, подсоединяем какие-то внешние коннекторы к каким-то другим системам, вот безопасник думает, сейчас подсоединим, там стоит информацию, что-то узнают. Нет, не будем. Плохо. А безопасник и рисковик, да, или безопасник, который взял в себя, вот он центр компетенции по всей безопасности по рискам, он скажет, так, мы здесь, он знает бизнес, мы заработаем здесь 3 миллиона там, не знаю, фунтов, стерлингов, долларов, чего-то, а возможный риск там 2 900, с вероятностью 80, то там 28 процентов. Он скажет, давайте, он оценит еще трудозатраты, еще что-то, то есть как бы через него это тоже пройдет. То есть безопасник, он должен быть близок, очень близок к бизнесу. И он не должен, естественно, тормозом выступать. Если да, он видит, что риски высокие, со всех сторон. К какому бизнесу он должен быть близок? Ну, к владельцам бизнеса там, к директорам, к заседателям, да что-то говорить? Не уверен. Про совет директоров уже не уверен, с владельцами да, согласен. А я бы сказал, он должен быть близок к породильному бизнесу, к основе, на чем бизнес строится. И мы же сейчас о будущем говорим, да? Конечно. Олег, а можно мы первые слова, где вот диаграмма была разноцветная? Нет, давайте. Вот у меня сейчас вот пришла очень такая замечательная мысль. Вот она, да? Вот здесь я разделил условно по 20%. И мы сейчас вот обсуждаем, ну, вроде сисадминство не нужно безопаснику, риски ему не отдает, крайне ключей за хвост. Это да, робот, да, робот идет. Так вот, осталось, давайте посмотрим в другое, в другое. Вот венчурные капиталисты, венчурные инвестиции, машин ленинг, да, искусственный интеллект, роботы, закон робототехники ОЗИО. Может быть в будущем роль безопасника в том, чтобы писать подзаконные акты к этим, к этим законам робототехники, да? Наставник, у меня там был такой, да? Да, да, вот и все. Вот роль безопасника будет там, в новых технологиях, которые развиваются. Ну, почему сейчас на облаках остановили, да, или на, там, Big Data, а технологии будут развиваться еще быстрее. И вот безопасник правильный, вот он должен быть там. Вот то, что другой уровень у него сейчас занимает 20%, оно должно стать 80%, а 20% останется вот та рутина, которую нельзя отдать роботам, которые оставят безопаснику бизнес. Как раз таки это не рутина, это как раз таки интеллект. Ну, может, может, может быть, но самая главная тема – те процессы… Сказать интеллект. Да, вот. Извините. Как сейчас бизнес с машинорингом работает, да? Как он это применяет в бизнесе? Только начинаются, начинаются, да, вот какие-то машинные истории. Ну, Intel уже вовсю это применяют, уже везде в мире. Это да. Ну, вот он… Ну, за него… Ну, за него… За него… За него… За него… Как же говорить. Но, тем не менее, да. Опять-таки, получается вопрос, что он становится директором по инновациям? Он становится близок к директору по инновациям, по крайней мере. Даже если такого нету. Не во всех компаниях все-таки люди есть. Это же не понимает их ценность пока. Но, на самом деле, действительно получается, что, опять-таки, мир устроен так, что бизнес, приходя к модели венчурному, он должен быстро-быстро выйти на рынок. Вот за этим быстро-быстро время становится критичным ресурсом, потому что первый, кто выходит, получает все. Второй – крошки, третий может не выходить вообще. И вот, стремясь к этому, бизнес готов принимать какие-то риски. Но насколько готов он принимать риски, я думаю, что это тоже некое лукавство со стороны бизнеса, потому что обычно, заявляя такие вещи, бизнес понимает, на кого стелки переведет в случае уступления и рисков. И, как правило, ИБ-шник останется последним, кому переводите некую эти стрелки. Ну, нет, здесь не так. Ну, отличная модель, тоже легла. Но, опять же, если бизнес выходит на рынок, то есть инвесторам, ну, абсолютно плевать, тупый звеноват бабки, они потеряли. То есть здесь их задача как раз-таки оценить здраво риски и понять, стоит ли вторыми выходить на рынок, допустим, за кем-то или уже не стоит, или мы уже будем третий. Здесь, естественно, поможет и тот человек, который близок к бизнесу и знает бизнес-процесса, знает структуру компании, которая собирается организоваться или уже организованной и собирается новую нишку какую-то открыть. То есть, насчет директора по инновациям, да, и безопасник, или, там, вот тот, кто второй, кем стать? Стать должен ИБ-шник, потому что он быстрее всех обучает в компании. Он может стать директором по инновациям. Почему нет? То есть, он часть или, там, есть директор по инновациям, он должен быть его самым лучшим корешем и собутыльником. Ну, все-таки, я не очень соглашусь, ну, хорошая картинка, да, но я не соглашусь с тезисом, что директор по безопасности самый быстро обучаемый. Ну, ведь от наличия интернета не зависит обучаемость. В тезисе Олега я бы очень подметил правильные пункты. Бизнесу важно время. И вот если безопасник сможет подарить бизнесу время, вот это будет для бизнеса шикарным подарком. Как он может подарить? Может ли безопасник подарить бизнесу время? Очень просто. Он может предупредить бизнес о тех угрозах, которые будут для бизнеса завтра. Не сейчас есть, а будут завтра. И вот это время и создает ценность безопасника для бизнеса. А как он может это сделать, если говорить, что он не тот человек, который быстрее всех развивается? Я как раз говорил о том, что сейчас Threat Intelligence понимает бизнес. Когда безопасник начнет понимать, что такое Threat Intelligence, что такое угроза, что такое разведка, что такое предвосхищение действий хакера, противника на той стороне, он подарит бизнесу время. А время – это тот ресурс, который бизнесу жизненно необходим. Вот в этом месте они начинают друг другом жить и работать, и понимать ценность один к другому. Я даже готов попробовать проиллюстрировать этот тезис. Примером, кейсом. В крайнем номере нашего журнала «Безопасные дела и информации» коллеги из «Альфа-страхования» делились с первым опытом. Компания вышла на рынок продажи онлайн автомобильных страховок. И с этим видом приходят новые риски какие-то. В частности, очень много мы обсуждали то, что «Альфа-страхования» – четвертый игрок на рынке по крупности. Перед ними есть более крупные игроки. И у них есть армия своих страховых агентов, за которыми огромное количество поддельных страховок продается. Но эта огромная армия расценивается ими с точки зрения симптома юбера, когда они могут компрометировать их сервис, который их оставляет без работы. Предупредить об этом бизнес, что такой симптом может быть, такие последствия от этого могут быть, это значит заранее подготовиться технически от гидос-атак, от инфишинговых атак и от каких-то провокаций. То есть, чтобы и пиар службы компании была к этому готова. То есть, все, мы оповестили, мы предупредили, какая-то, план «Б» у нас существует. Мы сэкономили деньги, время и снизили риски. Вот я так понимаю, что функция безопасна к данным случаям. – Ну и что вы меня смотрите? Я согласен здесь. – Да, это очень классно. – Молодцы ребята. То есть, как раз у них и объединились они вот эти все службы в такой конвернер вот этой теме. Все возможности проработали и запустили. – Правда, там есть маленьких советских историй. История идет от IT-директора. – Значит, он там будет сам. – Вот это на самом деле вопрос очень интересный, потому что мир уже живет в состоянии конфликта конфиденциальных, то есть личных данных и безопасности компании, конфиденциальных бизнеса. Какова роль ИГБшника в будущем в этом вопросе? Он на чьей стороне? Потому что, на самом деле, в тот самый случай, когда два юриста древнение. Единого какого-то не существует. Все, что я слушаю от них – право идти и другие. И я не могу понять, видимо, почему до сих пор нету публичных каких-то громких дел, которые оставляют свои точки над этим вопросом. Прецеденты не создаются. – Мы про Россию, да? – Ну, разумеется. – В России я тоже не слышал о прецедентах громких, которые могли действительно поставить здесь точку. Да, то есть за каждым из нас ведется наблюдение. Данные о каждом человеке уже записаны там у всех в книжечках или там больших каких-то базовых данных. Чем больше таких данных будет собирать, скажем так, государство, тем безопаснее, по идее, должно быть всем остальным. То есть мы следим за всеми, видим, как они себя ведут. – Не вижу логики. – Ну, почему нет? То есть мы можем… Как вы не видите логики? Это же самое простое. Еще проще объяснить. Чем больше мы об объекте обладаем информацией, тем более объекты мы можем предсказывать управление. – Чем больше старший брат знает обо мне, тем безопаснее страна. – Именно так. – Не вижу логики. – Это абсолютно страна, а не общество. – Это абсолютно… – Есть разница между страной и государственной общественной. – Рано не понятно, когда общество действительно узнает, что вот известно вообще все, оно может как-то там спонтоваться, что-то там какие-то депутатов каких-то иллюстрировать или что-то еще с ними сделать. Вот. Поэтому роль безопасника в этом процессе будет урегулирование вот этих вот конфликтов. – Я правильно понимаю, что в данной парадигме презумпция моей невиновности отсутствует полностью? – Вашей, как безопасника или как обычного человека, превыше… Презумпция вашего… Нет, почему? Она присутствует всегда. – Почему только собираете данные мои данные? – Ну а почему вы нет? – Почему нет? – Какую? – А вдруг вы… – Ну да, насчет презумпции невиновности, да. – Вот когда будет… – Вы невиновны, да, но вдруг вы можете быть потом. Ты же не знаете, с кем вы будете через полгода. – То есть, следующая инициатива будет, давайте сначала все отсидят, а потом вдруг что-то совершат. – Нет, давайте не будем говорить в такие крайности, но мы идем к этому. То есть, данные собираются. И каждый… – Да, да, да. – То есть, вы сейчас там шерстите в Фейсбуке, да, но это все, что там сохраняется. И у нас сейчас будет от Магницкая… Или кто закон этой… – Нет, Магницкая – это другой. – Фу, да. – Простите. Закон… – Пакет. – Мировая. – Мировая, да, будет собирать, посмотреть все это. То есть, данные будут собираться, и они это уже… То есть, это происходит. Вот задача безопасника будет как раз-таки в рамках компании, да, спустимся уже в государственную компанию и решать эти проблемы. Каким будут? Не доводить до предела. До предела – не доводить. Песня такая есть. – Что это значит? – Ну, это значит, что регулировать какие-то конфликты. То есть, данные о сотрудниках будут собираться в максимальном объеме. Это сейчас уже происходит, ну, в большинстве компаний. Я не знаю, DLP решения собирают данные там. Ну, я не знаю, решения там другие собирают огромные данные. Они все седают, и они постоянно хранятся. Задача безопасника будет в регулировании, скажем так, споров между субъектом, объектом этих данных, да, и тем, кто этими данными владеет. – Почему они не имеются? – Безопасник, мне кажется, должен забирать у юриста эти компетенции по регулированию этих конфликтов, потому что безопасник собирает данные. Ну, на данный момент. – Ити что? – Ну, вот в большинстве случаев, на моей практике – безопасник. – А хранятся на ресурсах найти? – Ну, в большинстве случаев все-таки безопасники своими ресурсами владеют и очень часто не дают пароль. Ну, может быть, ладно, я не буду здесь спорить за чем-то. Где-то так, где-то так. – Хорошо. – То есть, мое мнение, они будут регулировать эти конфликты, которые будут возникать. – Следует ли из этого, что задача безопасника в твоей парадигме не входит? Как можно минимизировать передачу данных на сторону старшего брата? – Ни в коем случае. Он будет заинтересован в максимальном количестве данных, в безопасности этих данных, чтобы не было никаких конфликтов. – Ну, что значит, безопасности данных? – Чтобы они не вытекали. Ну, опять же, давай он наблюдает, знает все, а ваша компания знает все фактически. И его задача будет, чтобы другие не узнали. Вот он знает, а другие не узнают. – Ну, если уж старший брат наш, попробуй. – Он просят, да? То есть, он должен будет, конечно, передать. Почему нет? Мы все-таки люди. – После чего произойдет ваш бизнес, перестанет быть вашим. – Спасибо безопасникам. – Не знаю, это уже крайность, крайность. Я говорю, как происходит сейчас, и так оно будет. То есть, безопасник должен будет регулировать эти проблемы. Они будут возникать, потому что данные собираются. Тут никуда мы не денемся. Они и так собираются. Вон, это даже президент США, будущая президентша США, который, Хиллор Гейн, который заплатируется. – Она уже президентша? – Ну, в будущем, да. – Да, потенциально, прошу-прочу прощения. То есть, опять же, сломали ее сервер, 30 тысяч писем, прочитали, и вроде как все прочитали, но тут бац, и еще 15 тысяч откуда-то выплыло. Откуда они выплыли? Они сидели вот в этих фаналах НБ, эти письма все, которые когда-либо были написаны, да? То есть, они оттуда и выплыли. То есть, все и так собирается. Давайте будем реалистами. То есть, безопасник будет просто урегулировать эти вопросы. Или рекомендовать юристам или HR, как урегулироваться тем или иным человеком в той или иной компании этот вопрос. – Ну, и пиар-менеджер с ним должен заниматься. – Ну, почему нет? – То есть, мы говорим о большом… – Ну, согласен. – Олег, я вот, знаете, я бы сказал, что… – Вот сейчас у тебя картинка. – Ну, пусть она будет, она красивая. – Пусть она мне тоже нравится, да. – На самом деле, я хотел поговорить о том, что немножко подменились понятия. Мы сейчас смешали в кучу два разных типа отношений. Государство и общество, когда мы говорим о снижении за каждым гражданином. И мы сюда включили безопасника, который обеспечивает безопасность бизнеса, а не человека. И вот, да, государство стремится управлять общественными отношениями, обществом. Государство стремится управлять бизнесом, который внутри государства есть. И в этом смысле государство хочет знать, вот так же, как оно ложится в постель с каждым гражданином, да, оно так же хочет ложиться в постель с каждым бизнесом, который есть… – Составить за деньги. – Составить за деньги. – Да, да, да. – Да, да, да. – Совершенно верно. – И еще деньги, да. – Да, вот так вот получается. – Вы сверили бы кучу, по-моему, не продаж. И поэтому здесь вот процесс такой. Да, государство будет регулировать то, что у него происходит. Одна из задач государства, на самом деле, регулирование общественных отношений и правовая система, это, да, она построена на том, что государство регулирует. Не смейте, что ты находишь в этом процессе. Передавать ключи. Просто, вот, а что у нас в этом процессе, да. Очередница грубо-иссерийская, бизнес-измени, ничего личного. Ты плачешь мне зарплату, но я твои секреты сейчас передам вот тому. После этого твои секреты перестанут быть секретом, а я, как директор по безопасности, этому буду способствовать. Я даже думаю, разные модели будут. Нет, неправильно. Вы опять вот из мухи делаете слона. Даже не слона, не знаю кого. То есть человек-безопасник в компании, он работает на компанию, если владелец ему скажет «да», то он «да» передаст. Вот полностью поддерживай, Виктор. Владелец скажет, передавай, и скажет, ни в коем случае не передавай. А если бесплатник скажет «нет», то он скажет, что, знаете, у нас типа все сервера, доступа к ним нету, где они там, мы не знаем. У нас нет серверов. Да, у нас нет серверов. То есть здесь насчет ответ на вопрос «безопасник должен быть экспертом в этих отношениях персональных данных и кому как их по чьей воле передавать или не передавать, разглашать или не разглашать, использовать их в тех или иных случаях или не использовать?» Но ответы ли из этого, что мы на поляну информационной безопасности переводим компетенции офицера по комплиенсу? Опять же, сверх на голову, не на поляну информационной безопасности, это информационный безопасник должен на другие поляны сесть, чтобы… Роли этой не будет, роли просто информационного безопасника через 10 лет не будет. Опять же, весь интернет, ну, это типа новые технологии для нас, да? Ну, раньше стол там, не знаю, тоже был новой технологией, сейчас они везде… То есть, поэтому это будет не роль информационного безопасника, это будет просто роль, которую возьмет тот человек, который будет заниматься, в том числе… Ребята, вот мы сейчас… То есть мне нравится, что… Сразу, сразу перешли вот к этому вопросу. А. В будущем вообще-то будет уходить служба ИБ, а если да, то зачем он будет нужен? Нет, с моей точки зрения не будет. Не будет. Ну, как я понял, вот твой посыл, что действительно он должен взяться на себе и принять столько компетенций, что он просто уже не выдержит. Поэтому, скорее всего, не выдержит его с одним количеством компетенций, его… Вы не правы, вы не правы. Опять же… И они рассосутся с компетенцией ИБ по разным департаментам. Вы не правы, Олег, вот есть директор компании. У него тут же компетенции, да, он занимается, вроде как, всем в компании, да? И что, он лопается? Нет, у него есть там департамент, да, отделы. Он знает сверху, как выглядит бизнесовую компанию и умеет в ключевых точках принять нужные решения. Тем же самым будет заниматься человек, тот, который сейчас информационный безопасник, потому что он умнее всех в компании, быстрее всех может воспринять информацию. Поэтому вот мое личное мнение, не знаю, попытайся вот как-то меня переубедить, кто еще в компании быстрее развивается, чем айтишник и информационный безопасник. Сам бизнес, который заработает в компании. Ну, возможно, возможно, да. Но SEO есть, и SEO уже есть. У него есть как раз-таки свои обязанности, от которых он лопался. Поэтому вот этот безопасник, эта роль информационного безопасности, она исчезнет и будет вместо нее человек, который в том числе будет заниматься этим. Он от этого не будет лопаться. Ну, наверное, здесь мы сходимся все-таки в том, что роли информационного человека, отвечающего за информационную безопасность, не будет. Я думаю, что здесь более конкретно можно сказать, что будет человек, который отвечает за риски, связанные с бизнесом. Такие люди уже есть и так. И они в том числе будут отвечать за риски, связанные с информационной безопасностью. Да. Они не видят рисков, исходящих отойти из интернета. Вот этих рисков они не видят. Ну, вот, может быть, это то, что принесет человек, отвечающий за информационную безопасность, к этим рисковикам? Вот, да. Нет. Вот опять, ребята, никому ничего не носите. Забирайте. Носить ни в коем случае. То есть, если вы что-то кому-то принесли, вас забрали. Сказали, спасибо, молодец. Такая хорошая такая модель политика нужна. Нужно обжать. Все, все обжать нужно, да. Ну, а как по-другому? В России же я понимаю, так по-другому. Нет, это не только в России. В России это как раз-таки только начинает развиваться. Все западные компании, там все топ-менеджеры, они не по живым телам забрались на свои, так сказать, вершины. То есть, это наемные сотрудники, которые отжали у других департаментов власти и, соответственно, стали топ-менеджеры. То есть, мы только к этому, мы только учимся у них. И надо побыстрее. Ты сейчас про Илону Маску? Не, не только. Ну, то есть, про большинство компаний, посмотрите на их топ-менеджеров, они, если это не дети уже существующих топ-менеджеров, потому что там тоже наследственность, она… Незначительная. Есть. На фоне нашей. На фоне нашего, наверное, нет, потому что… Но там она тоже есть. Топ-менеджеры крупных компаний воспитываются у детей топ-менеджерами, они передают либо дочерние компании, либо что-то еще. Вот те, кто забираются первыми, они должны отжимать. А так как безопасники сейчас должны как-то меняться, надо отжимать. То есть, вот это парадигма такая. То есть, либо вы, либо вас. Ну, хорошо. Ну, слышите, ребятушки. Ну что, я думаю, что… Да. Вот. Это роль руководителя службы ИБ. То есть, именно роль будет вот так размазана по всем другим службам. Вот он же мерка или служба, скажите, да. Это же мерка или служба ИБ. Вот эта скалка – это обстоятельства и бизнес. И это все раскатает эту роль… То есть, в каждом месте… А вот тут вот детство… Бизнес, понимаешь, бизнес раскатает роль безопасника. И вот я думаю, что… Вот это моя позиция, что бизнес, да, раскатает роль безопасника. Да. Главное, ну мы же… Размаживать, да, размаживать. Да, то, что останется, да, то, что мы говорили. Риски посмотреть вперед на те риски, которые несут IT-технологии, там, и несут окружающий мир бизнесу с точки зрения IT, да. И вот в этом месте, да, вот хорошо бы остаться нераскатанным или стать пирожком таким хорошим для бизнеса. Вот было бы хорошо, да. Я думаю, что у вас, кстати, скоро будет, да. С какой-нибудь начинкой. Вот. Коллеги, а сейчас я думаю, что уже действительно пора подвести какие-то итоги. Я напомню, что голосовать нужно было в неграничное количество раз, меняя свое мнение, назначая другого лидера. За счет идет последний голос. Еще буквально одну-две минуты, и мы проведем наше голосование, посмотрим, что у нас как сработает система. В тот раз у нас получилось по итогам 101% проголосовали. Интересно. Проблемы округления, наверное, распрочислений спало. Это то и… Да, да. Всегда можно какие-то придумать отговорки, да, что, вот, когда что-то не получается как-то, да, все место для пиара. Не знаю, никакой мнение не сформировалось, но, по крайней мере, я понимаю так, что мы понимаем, что в том формате, который сейчас безопасен существует, жить ему осталось недолго. И причина нашего разговора была в том, что появляется тенденция, уже, в общем-то, которая воспринимается как тенденция, когда человек, который в результате penetration теста скомпрометировал компанию, получил предложение возглавить службу безопасности, чтобы защищаться от таких, как он сам. Видимо, до тех пор, пока не придет другой, который ломанет его и скажет, и вам спасибо, а вам пожалуйста. Вы заходите, делайте. И вот в этой парадигме я не вижу никаких тенденций, о которых вы сказали, кроме мнения бизнеса, которые вот тебе мы теперь верим. То есть вот сейчас бизнесу выгодно так, потому что бизнес становится переменчивым, его настроение совершенно разное. Если сейчас он приоритет является compliance, то человек, который на compliance сидит, перефоксироваться на борьбу с реальными хакерами за пять минут он не сможет. У него мозги образования и традиции из фейсбшных школ идут. Вот оттуда. Регламенты, запреты, контроль, проверка, прочее, 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 прочее. И вся архитектура построена под это. А если же все-таки нужно так быстро меняться, то скорее всего будет кадровая перестановка в формате аркировки. Вот ты сюда, а ты заходи. Вот этого ждет наш рынок, очень динамичный и большой. – Пример, который вы привели, это единичный случай. Либо самодурство, либо мы не знаем ситуацию досконально, дьявол крутится в деталях. То есть… – И Бог тоже. – Ну, первоисточники так было сказано. – На другом, да. – Хорошо. Ну что ж, голосуй. – Я могу голосовать? – Можешь. – Я-то поставил на «Цон» на режиме. – Час. – Час. – Час. – Час. – И проголосуешь в самолете. – Ну, что могу сказать? Нет, сегодня существует 100%. 71% за «Сякий Золотухин». Поздравляю. – Спасибо. Спасибо, коллеги, за Ваш выбор. – И вот теперь уже, наверное, можно сказать тему, которая будет у нас в финале. Раньше говорить было нельзя, потому что тот, кто вышел в первый финал, у него преимущество. Вот сейчас Ильману небольшой приветствую ему с тобой в финале предстоит обсудать тему. Мы обсудили в первом полуфинале будущее ИБ-вендора. Мы обсудили сегодня будущее руководителя службы ИБ. Я думаю, что мы повысим градус и замахнемся, прости господи, на святое. В финале мы обсудим будущее ИБ-регулятора. Не знаю, кто сегодня победил, ребята. Всем спасибо. Мне всегда было интересно. – Спасибо. – Всем пока-пока. – Всем пока-пока. – Субтитры сделал DimaTorzok – Субтитры сделал DimaTorzok – Субтитры сделал DimaTorzok